Беседа четвертая, стих шестой, и сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды, и стало так. Видя ваше возлюбленное усердное ежедневное стечение сюда, я чувствую великое удовольствие, и не предстаю прославлять человеколюбивого Бога за ваше преуспеяние. Как голод есть признак телесного здоровья, так и усердие к слушанию Слова Божия можно считать самым лучшим признаком душевного здоровья. Поэтому Господь наш Иисус Христос в Нагорной проповеди о блаженствах сказал блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Кто же будет в состоянии достойного схвалить вас, которые уже получили от Владыки Вселенной наименование блаженных, и ожидаете от него еще бесчисленных благ? Итак, наш Владыка таков, когда увидит, что душа стремится к предметам духовным, сильным желаниям и напряженным усердием, то подает благодать и богатые свои дары. 22. Поэтому надеюсь, что и нам, для вашей пользы, подаст он обильнейшее учительное слово к назиданию любви вашей. Ведь для вас и ваше преуспеяние мы предпринимаем весь этот труд, чтобы и вам скорее достигнуть самой вершины добродетели, и быть учителями богоугодной жизни для всех, взирающих на вас, и нам получить большее дерзновение, видя, что мы трудимся не тщетно и не напрасно, что это духовное семя ежедневно возрастает, и с нами не случилось того, что было сеятелем, упоминаемым в Евангелии от Матфея 13,4. 23. Там одна только часть сохранилась, а три погибли. Иное семя упало при дороге, остальное бесплодным осталось. 24. Иное было подавлено тернием, а иное упав на камни, оставшись на поверхности, не могло принести никакого плода. 25. Но здесь по благодати божией мы надеемся, что все семя, брошенное на добрую землю, 26. И одни принесет плод его во сто крат, плод другие шестьдесят, а иные в тридцать. 26. Это-то умножает нашу ревность, это-то возбуждает наш ум. 27. Именно уверенность, что мы не тщетно и не напрасно предлагаем поучение, что вы принимаете слова наши внимательным слухом и бодрым умом. 28. Говорю, это нельзя любви вашей, но заключая вашему сердце вчерашней нашей беседы, 28. Я видел, как все вы внимательно слушали и всячески старались, чтобы не опустить ни одного слова. 29. Кроме того, и частые рукоплескания были весьма ясным доказательством, что вы слушали поучение с удовольствием. 29. А кто слушает что-нибудь с удовольствием, тот, очевидно, внедряет это в ум и, слагая его в глубине души, делает неизгладимым. 30. Кто же может достойный и вас восхвалить, и нас ублажить за то, что говорим слух слушающих? 31. Блажен, говорит Писание, кто приобрел мудрость и передает ее в уши слушающих. 31. Сирах 25.12. Это следствие поста. 32. Это врачевство послужило во спасение душам нашим. 32. Если же пост показал такую силу в самом начале своем, то какой надобно ожидать от него пользы в последующие дни? 33. Только вы, прошу, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. 34. Филиппийцам 2.12. 35. И не давайте никакого к себе доступа врагу вашего спасения. 36. Он видит теперь ваше духовное богатство, беснуется и свирепствует, как лев, врыкающий, ища кого поглотить. 36. Но если будем только бдительны, то, по милости Божией, он никогда не одолеет никого. 37. Таковы наши духовные оружия, которыми облекла нас благодать Духа, как это объяснили мы вчера, любви вашей. 38. Итак, если мы будем постоянно ограждать этими оружиями все члены свои, 39. То ни одна из стрел, бросаемых врагом, не коснется нас, но все возвратятся к нему без всякого действия. 39. Благодать Божия сделала бы нас тверже алмаза, и совершенно непобедимыми, если бы мы пожелали. 40. Как тот, кто бьет по алмазу, не причиняет ему никакого вреда, а только изнуряет собственные силы. 41. И кто наступает на рожны, только ранит до крови собственные ноги. 42. Так будет и с нами, и с врагом нашего спасения, если будем постоянно ограждать себя оружиями, данными нам благодатью Духа Святого. 43. Сила их такова, что даже блеска их враг не может выносить напротив, глаза его ослепляются исходящим от них сиянием. 44. Постоянно ограждая себя этим оружием, будем и на площадь выходить, и друзей посещать, и делами заниматься. 45. И что я говорю, на площадь выходить? 46. Надевши их на себя, будем из церковь приходить, и домой возвращаться, и спать, и вставать от сна. 47. Словом, никогда во всю жизнь свою не будем снимать их с себя. 47. Пусть с нами они пойдут и в будущую жизнь, и тем доставят нам величайшее дерзновение. 48. Они не обременяют тело, подобно чувственному оружию, напротив, еще облегчают, возвышают и укрепляют. 49. Если только мы каждый день ощущаем их, чтобы светло сияя, они блеском своим ослепляли взоры лукавого демона, который изобретает всякие козни против нашего спасения. 49. Впрочем, так как мы довольно уже вооружили вас, предложим вам обычную трапезу, и изложим любви вашей, что следует за сказанным нами вчера. 50. Вся в руководителя этого полезного поучения, опять чудного гостеприимного хозяина, блаженного Моисея, великого пророка. 51. Посмотрим, почему он хочет научить нас и сегодня, и будем внимательно слушать слова. 52. Он говорит не от себя, но что внушило ему благодать духа, то и произносит своим языком для научения рода человеческого. 53. Окончив речь о первом дне, и после сотворения света и был вечер, было утро день один, он далее говорит, и сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. 54. И стало так. Обратись здесь возлюбленное внимание на последовательность учения. 55. Сказав нам наперед по сотворению неба и земли, что земля была невидна и пуста, присоединяет и причину, почему она была невидна, именно потому что была покрыта тьмой и водами. 56. Все было вода и тьма, и больше ничего. 57. Затем по повелению Господа явился свет, и произошло разделение между светом и тьмой. 58. И один получил название дня, а другой ночи. 58. Потом хочет научить нас, что Бог как тьму разделил произведший свет, и дал тому и другому соответственное название, так и множество вод разделяет повелением своим. 59. Смотри, как силы его неизреченные превышают всякое человеческое понятие. 24. Он только повелевает, и одна стихия приходит, другая удаляется. 59. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. 60. Что значит, да будет твердь? 60. Это тоже, как если бы кто сказал на языке человеческом, да будет некая стена и ограда, которая бы, находясь посреди, делала собой разделение. 61. И дабы ты понял великую покорность тихий и неприходящую силу Создателя, говорит, и было так. 62. Только сказал, и последовало исполнение. 63. И сотворил Бог твердь, отделил Бог воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. 63. По сотворению, говорит твердь, Бог повелел одним водом находиться под твердью, а другим над поверхностью твердью. 64. Но спросит кто-либо, что же такое твердь? 64. А твердевшая вода, или сгустившийся воздух, или какое-либо другое вещество, никто из благодозумных прямо решать это не станет. 65. Надо нас с великой благодарностью принимать слова Писания, и не выступая за пределы нашей природы, не испытывать того, что выше нас, а только знать и держать у себя в уме, 65. Что по повелению Господа произошла твердь, которая разделяет воды, и одна часть их содержит под собой, а другую, выше, лежащую, может носить на своей поверхности. 66. И назвал Бог твердь небом. 67. Смотри, как и здесь Божественное Писание употребляет тот же порядок. 68. Как вчера Бог сказал, да будет свет, и когда он не вился, то присовокупил, и отделяет свет от тьмы. 68. И потом свет назвал днём. 69. Так сегодня сказал, да будет твердь посреди воды. 69. Потом как о свете, так и здесь объяснил нам назначение твердей. 69. Да будет, говорит. Да разлучает, да отделяет воду от воды. 69. А когда объяснил нам её назначение, то уже как свету дал наименование. 70. Так даёт имя и тверди. 70. И назвал, говорит, твердь небом. 71. Это видимое небо. 72. Как же скажешь, некоторые утверждают, что создано много небес. 73. А они учат так не из Божественного Писания, но по собственным соображениям. 73. Блаженный Моисей ничему больше этого не учит нас. 74. Сказав, вначале сотворил Бог небо и землю. 75. Потом показав причину, по которой земля была невидима, то есть покрыта была тьмою и бездною, 75. Моисей после сотворения света, соблюдая известный порядок и последовательность, говорит, 76. И сказал Бог, да будет твердь. 76. Далее объяснив с точностью назначение этой тверди, и сказал, да отделяет воду от воды. 76. Эту самую твердь, производящую разделение между водами, он назвал небом. 76. Кто же после такого объяснения может согласиться с теми, которые говорят решительно от своего ума 76. И осмелится, вопреки Божественному Писанию, утверждать, будто много небес. 77. Но вот скажет Блаженный Давид, высылая хвалу Богу, и сказал, хвалите Бога, небо, небес. 78. Не смущайся, возлюбленный, и не подумай, будто Святое Писание в чем-нибудь противоречит себе. 79. Но познай истину сказанного, и тщательно сохраняя учение его, загради слух от говорящих, противные ему. 79. А что я хочу сказать, то высушите с полным вниманием, чтобы вас не производили тотчас колебания те, не приводили, которые любят говорить, что только им вздумается. 79. Все Божественные книги Ветхого Завета вначале написаны были на еврейском языке. 80. В этом, конечно, все согласятся с нами. 80. Не за много лет до Рождества Христова сарь Птоломей, весьма ревностно старавшийся собирать книги, и собравший много других разного рода книг, счел нужным приобрести эти священные книги. 80. Итак, пригласив к себе некоторых из Иерусалимских иудеев, приказал им привезти эти книги на греческий язык, что и было ими исполнено. 80. Это было делом домостроительства Божия, чтобы, то есть, этими книгами воспользовались не только знавший еврейский язык, но и все обитатели вселенной. 81. Особенно чудно и удивительно то, что такое усердие показал не кто-нибудь из последователей иудейской религии, но человек, преданный идолопоклонству и враждебный истинному богопочтению. 81. Таковы все дела нашего владыки. 81. Он всегда через противников распространяет повеления истины. 82. Об этом я рассказал в вашей любви не без цели, 82. Но, чтобы вы знали, что книги Ветхого Завета написаны не на нашем языке, а на еврейском. 83. Хорошо знакомые с этим языком говорят, что слово «небо» у евреев употребляется во множественном числе. 84. Согласно с этим показывает и знающий сирский язык. 85. Никто, говорит, на их языке не скажет «небо», но «небеса». 85. Вот почему и блаженный Давид сказал так «небо небес». 86. Не потому, будто много небес этого не преподал нам блаженный Моисей, 87. А потому, что в еврейском языке часто имя одного предмета употребляется во множественном числе. 86. Иначе, если бы много небес было, Дух Святой не применил бы сообщить нам устами того же блаженного пророка 87. И о сотворении других небес. 87. Прошу вас твердо помнить это, чтобы быть вам в состоянии заграждать уста желающих вводить учения, 87. Противные церкви, и чтобы верно знать смысл Божественного Писания. 87. Для того вы часто собираетесь сюда, и мы постоянно преподаем вам учения, 88. Чтобы вы были всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании 89. Дать ответ скротостью и благоговением. 89. Но если угодно, обратимся к дальнейшему. 89. И назвал, говорит Писание, Бог твердь небом. 90. И увидел Бог, что это хорошо. 90. Смотри, какое в этих словах снисхождение к слабости человеческой. 91. Как о свете он сказал и увидел, что это хорошо, так и теперь о небе, то есть о тверде, говорит Бог. 91. И увидел Бог, что это хорошо. 91. Показывая этим нам неподражаемую красоту ее, кто может не изумляться и не удивляться тому, 92. Что она в течение столь долгого времени сохранила цветущую красоту, 93. И чем более проходит времени, тем более увеличивается и красота ее. 93. И что может быть прекраснее того, что удостоилась похвалы от самого Создателя, 94. Если мы, смотря на совершенное произведение человека, удивляемся его виду, постановке, красоте, соразмерности, стройности и всему прочему, 95. То кто может достойно восхвалить Божие Создание, особенно когда оно удостоилось похвалы от самого Господа? 95. Это, что добро сказано из нисхождения к нам. 95. И Бог, ты видишь, окажем из Своих Созданий, произносит это одобрение, и через это предупреждает дерзость тех, 95. Которые потом решатся и защерять язык свой против Создания Божия, и говорит, для чего сотворено то и то, 95. Заранее обуздывая отваживающихся на такие речи, Моисей говорит, и увидел Бог, что это хорошо. 96. Когда услышишь, что Бог увидел и похвалил, то понимаете, слова Бога приличны и как следует о Боге. 96. Создатель еще прежде сотворения знал красоту сотворенного. 97. Но так как мы, люди, обложенные такой немощью, не в состоянии были узнать это иначе, то он и расположил блаженного пророка употребить эти грубые выражения для научения рода человеческого. 97. Итак, когда ты поднимаешь глаза и увидишь красоту, величие и благотворность неба, 97. То устремись отсюда к Создателю. Как сказал Премудрый, от величия красоты созданий сравнительно познается виновник. 97. Премудрость 13.5. И с самого создания этих стихий усматривай, какова сила твоего Господа. 98. Действительно, человек с благомыслящей душой, если захочет исследовать каждый из видимых предметов, 98. И что, говорю, каждый из видимых предметов, если захочет внимательно рассмотреть только собственный состав, 99. То из этого малого увидит неизреченную и непостижимую силу Божию. 99. Если же видимые предметы достаточно показывает величие и могущество Создателя, 99. То как обратишься еще к силам невидимым и возведешь мысль к воинствам ангелов, архангелов, высших сил, престолов, 99. Господь, начал, властей, херувимов и серафимов, какой ум, какое слово будет в состоянии выразить неизреченное его величие? 99. Если блаженный пророк Давид, рассматривая устройство видимого, восклицал, 99. Как велики дела твои, Господи, все премудростью сотворил ты. 100. Если так восклицал муж, в такой степени удостоенный духа, которому дано было познать безвестные и тайные премудрости Бога, 100. То что скажем мы, земля и пепел, мы, которые должны постоянно опускать голову вниз, изумляться неизреченному человеколюбию Господа Вселенной? 100. Но что говорить о пророке? 100. Блаженный Павел – это небосшественная душа, облеченная телом и уподоблявшаяся бестелесным силам, 100. Ходивший по земле и ревностью обтекавший небо, он, вникнув только в одну часть домостроительства Божия, о бюдиях, язычниках, из которых первые отвергнут, а вторые приняты, недоумевая и смущаясь, громогласно воскликнув «О бездна богатства премудрости и ведения Божия! Как не постижим и судьбы Его, и не следим и пути Его!» Римлянам 11.33. «Здесь охотно я спрошу дерзающих исследовать рождение Сына Божия и осмеливающихся унижать достоинства Святого Духа. Откуда у вас, скажите мне, такая дерзкая отвага? От какого упоения дошли вы до такого безумия? Если уже Павел такой, столь великий муж, говорит, что суды Его, то есть домоправления, решения по управлению, неиспытуемы, не назвал неспостижимыми, но неиспытуемыми, такими, которые не допускают испытания, и пути Его, то есть повеления о добродетели и заповеди неисследимыми, опять в том же смысле, то как вы осмеливаетесь исследовать самую сущность Единородного и унижать, сколько от вас зависит достоинство Святого Духа? Видите, возлюбленные, какое зло не следовать в точности тому, что содержится в Божественном Писании! Вот эти люди, если бы с благоразумием принимали учения Божественного Писания и не привносили бы чего-либо из своих умствований, не дошли бы до такого безумия, мы, однако, не перестанем оглашать их словами Божественного Писания, ограждая свой слух от их гибельного учения. Не знаю, как это мы опять так далеко увлеклись течением слова и уклонились от порядка, поэтому нужно опять обратить слово к прежнему. «И назвал, говорит Моисей, Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день второй. Дав имя тверди и похвалив сотворенное, положил конец второму дню, и продолжает, и был вечер, и было утро, день второй. Видишь, с какой тщательностью он учит нас, называя окончание света вечером, а конец ночи утром, а все вместе минуя днем, чтобы мы не думали ошибочно, будто вечер есть конец дня, но знали ясно, что продолжительность того и другого составляет один день. Справедливо поэту может быть назван вечер окончанием света, а утро, то есть конец ночи, довершением дня. Это и хочет показать Божественное Писание, когда, говорит, и был вечер, и было утро, день второй. Может быть, мы очень распространились в слове, но это не намеренно. А, так сказать, увлеченные самым течением речи, как бы каким-либо сильнейшим потоком, служит причиной этого и вы служите, с удовольствием слушающие слова наши. Ничто не может так возбуждать говорящего и внушать ему такое обилие мыслей, как усердие слушателей. Невнимательные и нерадивые слушатели отнимают охоты у того, кто мог бы говорить. Напротив, вы по благодати Божьей состоянии, если бы мы были безгласнее самых камней, разбудить нашу недеятельность, прогнать сон и заставить нас сказать что-нибудь вам полезное и назидательное. Так как вы столько научены Богом, что можете, по словам Блаженного Павла и других, научить, Криминам 15.14, то вот мы попросим вас, если когда, то особенно во время поста усердно позаботиться о богоугодной и добродетельной жизни. И да не будет слово наше обременительным для вас, если мы каждый день станем говорить вам об одном и том же. Говорить одно и то же, скажу словами Блаженного Павла, для меня не тягостно, а вам назидательно. Филиппийцам 3.1 Наша душа, будучи беспечной, имеет нужду в постоянном напоминании. И как тело ежедневно нуждается в телесной пище, чтобы не впасть в совершенное расслабление и бездеятельность, так и душа требует духовной пищи и наилучшего управления, чтобы, утвердившись в навыке к добру, ей быть, наконец, неуловимою кознями лукавого. Итак, будем ежедневно исследовать силы ее души и не перестанем испытывать самих себя. Будем требовать у себя отчета и в том, что в нас входит и в том, что выходит, что мы сказали полезного и какое произнесли слово праздное, а также что полезного ввели в душу вашу через слух и что внесли в нее могущее повредить ей. Языку назначим некоторые правила и пределы, так, чтобы наперед взвешивать выражение и потом уже произнесить слова. А мысль приучим не вымыслять ничего вредного, а если что-нибудь подобное превзойдет и извне, отвергать это как излишнее и могущее повредить. Если же зародится внутри худая мысль, тотчас прогонять ее благочестивым размышлением. Не будем думать, будто одного неедения до вечера, достаточно нам для спасения. Если человеколюбивый Господь неблагодарным иудеям говорил через пророка, скажи всему народу земли сей и священникам так, «Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже семьдесят лет, для меня ли вы постились, для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете?» И было слово Господник Захария. «Так говорил тогда Господь Савов, производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждой к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг другу против друга не мыслите в сердце вашем». Захария 7, 5, 10 «Если им, сидевшим в тени и окруженным тьмой и заблуждением, не было никакой пользы от одного поста, когда они не исполняли этого и не исторгали из сердца злобы к ближнему, то какое оправдание будем иметь мы, от которых требуется гораздо больше, которым повелено не только это делать, но даже любить врагов и благодетельствовать им». И что говорю «благодетельствовать»? Даже молиться за них, просить и умолять Господа, чтобы он имел попечение о них. Такое расположение ко врагам более всего поможет нам и будет величайшим выкупом грехов наших в тот страшный день суда. Правда, эта заповедь очень трудна, но если подумаешь о награде, уготованной исполняющим ее, то она хоть и весьма трудна, отнюдь не покажется такую. Какая же это награда? Если это будет делать, говорит Писание, то будете подобны Отцу вашему Небесному. И чтобы сделать эту мысль для вас яснее, присовокупляет. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить, светить и злым, и добрым, и дождь посылает на праведных и на неправедных. Ты, говорит, подражаешь тогда Богу, сколько это возможно человеку. Как Он велит восходить Солнцу не только над добрыми, но и над делающими злое, и ежегодно посылает дожди не только праведным, но и неправедным. Так и ты, если любишь не только любящих, но и враждующих против тебя, подражаешь по силе своей своему Господу. Видишь, как Писание на самую горнюю высоту возвело того, кто может исполнять эту добродетель. Так не о трудности такое дело, помышляя, возлюбленный, но прежде всего рассуждаясь самим собой о том, какой можешь ты удостоиться чести. И мысль об этой чести сделает для тебя легким, тяжкое и трудное. В самом деле, не должен ли ты считать за милость, что своими благодеяниями врагу можешь отворить себе двери дерзновения перед Богом и достигнуть прощения своих грехов? Но может быть тебе сильно хочется отомстить врагу и сделавшего тебе зло в верность такую же или еще большую беду? Что же доброго выйдет из этого, когда ты, не получив себе никакой пользы, должен будешь еще дать в этом отчет на страшном суде, как нарушитель предписанных Богом законов? Скажи мне, если бы земной царь издал такой закон, чтобы мы делали добро врагам, а в противном случае были бы наказываемы смертью, не все ли бы из страха телесной смерти поспешили исполнить этот закон? Какого же осуждения достойно то, чтобы из страха смерти телесной, который и без того неизбежно наводит на нас долг природы делать все, а ради той смерти, в которой нельзя найти утешение, менее заботиться о законе, предписанном Владыкой Вселенной. 31. Но я забыл, что говорю людям, которые и к любящим их не показывают равной любви. Кто же после этого избавит нас от упомянутого наказания, когда мы не только далеки от той заповеди о любви ко врагам, но не делаем даже и того, что делают мытари? Если любите любящих вас, говорит Христос, то какую награду получите? И мытари не тоже ли делают? Так, когда мы и этого не делаем, то какая у нас надежда на спасение? Поэтому прошу, не будем жестокосерды, но укротим помыслы наши и прежде всего научимся побеждать ближнего любовью. И по словам блаженного Павла, почитайте один другого высшим себя. Филиппийцам 2.3 Научимся не уступать и быть побежденными в этом, но побеждать других и любящих нас, показывать большее и пламянейшее благорасположение. Это всего более поддерживает и веселит жизнь нашу. Этим мы отличаемся от бессловесных и от зверей, тем, то есть, что можем, если захотим, сохранять соответствующий нам порядок и иметь совершенное согласие с ближними. Потом научимся укращать наши помыслы и усмирять этого неукротимого зверя, то есть гнев, представляя ему зрелище страшного судилища и внушая, что если он решится примириться с врагами, то получит великие блага. Если же будет продолжать вражду, то подвергнется тяжкому осуждению. Мы не должны ведь тратить время напрасно и без цели, но каждый день и час иметь перед глазами суд Господень и то, что может или доставит нам великое дерзновение или навлечь наказание. Имея это в мыслях наших, мы победим страсти, обузаем порывы нашей плоти и умертвим, по словам блаженного Павла. Умертвите земные члены ваши, блудь, нечистоту, страсть, похоть злую, гнев, в Колостином 3.5, любостяжание, тщеславие, ненависть. Если мы сделаем себя мертвыми для этих страстей, так, чтобы они не могли действовать в нас, то получим плоды Духа. Каковы суть? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В этом должно состоять различие христианина от неверного. В этом должны заключаться наши отличительные признаки, чтобы мы не красовались только именем и не превозносились наружным видом. Напротив, если бы даже обладали всеми исчисленными плодами Духа, и тогда не гордились, но еще более смирялись, когда, говорит Христос, исполните все повеленное вам, то говорите, мы рабы ничего не стоящие. Лука 17.10. Если так будем пищить и заботиться о своем спасении, то можем и себе принести величайшую пользу и избавиться от будущего наказания, и для тех, кто смотрит на нас, быть учителями полезного, чтобы прошедшую настоящую жизнь строгости в будущем удостоиться нам милости Божией, которую дополучим все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава, держава, честь во веки веков. Аминь.